Само Евангелие или послание Иисуса, оно очень простое. Оно простое, доступное и универсальное. Его могут принять из слоев населения, как дети, почему Иисус сказал, что не препятствуйте детям приходить ко мне, Бог избирает детей, как юноши, потому что даже на выезде мужском, была молодежь, скажу, что мое сердце умилялось. Я когда выезжал, я думал, это так здорово, что есть преемственность с поколением. Даже, ну, и уже нам подрастающее поколение, мы уже в таком возрасте, нам уже 40, 50, 60, но были молодые ребята. И меня это сильно порадовало, вдохновило, что они тянутся в эти встречи с Богом. Почему я говорю именно в встрече с Богом? Потому что мы там много прославляли и славили Его. И была молодежь меньше 15-15 лет. И причем они не просто сидели, вот мне понравился там, был лидером у моего сына, есть тоже лидеры, чтобы вы понимали, что есть наставничество. И я всем говорю, пример показывает всем пасторам, это лидер моего сына. А он стоял просто с бубном, Влад. Ну, стоял, да. И он просто стоял, и реально, и пастор Сирос говорит, вот он Божье присутствие нагоняет. Ну, прямо чувствуется, что вот этот бубен, вот это он делает Божье присутствие. Это лидер моего сына. О, повезло тебе, да. И я понимаю, потому что и пастор Женя говорил, что когда Женя у него маленький, говорит, у него есть Влад Волков, он его лидер. У пастора Женя есть сын, и Влад поднял это, ну, как бы начал поднимать служение с другими людьми, подростковые. И Женя всегда говорил, пап, у меня есть лидер. Младший Женя, старший пастор Женя, у меня есть лидер. И я сейчас это тоже говорю, у моего сына есть лидер. И реально это ценно, когда есть приемность в поколении. И Евангелие, оно просто для нашего, ну, там, возраста, для любого человека можно принять Евангелие. И так же, независимо от твоего статуса, если думаешь, что в нашей церкви только там бывшие такие и такие-то, и не бывшие, оно ценно и оно универсально. Его можно преподавать, слово не нравится в кавычках, продавать, любому человеку. Потому что Евангелие, Иисус, за Иисусом ходили все слои, ну, слои населения. И богатые, и бедные, все-все-все-все. И все его принимали в свой дом. И никогда Иисус никого не унижал и не возвышал. Вот это его интересная была такая грань. Он со всеми разговаривал, как с людьми. И когда мы сегодня будем говорить об этом, что моя тема называется, название «Кому ты служишь?», она простая, но я верю, что она для кого-то нужна быть сегодня. Кому ты служишь? И когда Иисус заходил, Он никогда не унижал человека. Да, Он обличал, но с любовью. И после этого люди либо оставались в раздумии, что же дальше делать, либо меняли свою жизнь. Так однажды Иисус пришел к нам, сидящим здесь, да, то есть однажды постучался через кого-то, через людей. Мы пришли и узнали, что Он реально меня любит, как мы сегодня пели. Что нет больше радости на земле, чем Ему служить, чем Ему поклоняться. Потому что Он знает тебя. Он любит тебя и всегда ждет. Мне всегда нравится, вот именно я перечитываю Евангелие и читаю послание, люблю размышлять на Словом Божьем. И я всегда удивлялся, как апостол Павел себя называл. И во многих посланиях, и не только апостол Павел, Петр тоже пишет, второе послание Петра. И апостол Павел называл себя, называли себя рабами Господа Иисуса Христа. Сначала они называли себя рабами, а потом апостолами. И в этом есть реально великая сила, понимание того, что ты являешься устаревшим словом рабом тому, кто тебя спас. Это великая привилегия, это устаревшее слово. Многие рисуют, вот я не буду никому рабами, я свободен. Почему даже хотел сегодня говорить на эту тему? Потому что я думаю, я читал, и мне Бог реально проговорил. Ну, кому я служу? Кто твой Господин? Кому ты сегодня поклоняешься? Кого ты любишь больше всего на земле? Кто для тебя Бог? А может и не Бог для тебя твой Господин? Может, для тебя являешься ты своим Господином, своим кумиром, свое тело, а Бог где-то в стороне наблюдает и думает, ну, давай еще, ну, еще на себя украсть, приумножь или увеличь свое имущество и богатство, а я не буду участвовать в твоем процессе. Или ты уже такой разочарованный и говоришь, что Бога нет, есть другое царство, я буду служить дьяволу. И такие люди есть, познавшие любовь, уходят прямо на служение дьяволу. И второе послание Петра 2,19. Петр пишет, ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Кто кем побежден, тот тому и раб. Когда мы были на этом мужском выезде, мы слушали, как Александр готовился к победам. Я тоже говорил это. Ринг – это всего лишь окончательный финал того, где ты победил сам себя в тренировках. Невозможно выйти на ринг, сделать пару ударов и 20 секунд локаут. Невозможно. Вся работа, самый тяжелый труд – это на тренировках. И если ты побеждаешь себя, побеждая свою лень, ты получаешь определенный результат в виде 40, 50, 55 побед и так далее, и так далее. Но если ты не будешь побеждать себя, тебя победит другой. Победит лень, страх, неудача и разочарование. Кто кем побежден, тот тому и раб. И он также пишет, Петр, что второе послание Петра 1.1 – Симон, Петр, раб и апостол Иисуса Христа. Так же, как и Павел называл себя раб и апостол, так и Петр. Они не сговаривались, они не пришли вместе, давай напишем послание. Начинать будем так. Я, Павел, я раб и апостол Иисуса Христа. И Петр, давай так же вместе напишем. Они не сговаривались. А если вы знаете, они даже потом много не общались между собой. Была дилемма между языческой и еврейской церквью. Но они говорят друг другу, ну, в послании, что мы рабы. Это ценно быть рабом. Это может не модно, это может звучить несовременно. И когда оно не меня коребит слух, как это я раб Иисуса? Да, я раб Иисуса Христа. Это самое ценное звание на земле. Аминь. Слава Богу, сдачи. Это самое лучшее привилегие. Это самое ценное, что может быть на земле. И если даже человек... И почему бы хотел сказать, что есть три господина твоей жизни. Но потом я понял, что на самом деле есть два царства. И они геометрально противоположны друг другу. И царство Божие, и царство дьявола. Даже человек говорит, я никому не поклоняюсь. Я никому не служу. Я сам себе господин и хозяин. Это ложь. Это обман, который ты навязал себе, успокаивая себя. Ты не можешь себе служить. Да, ты можешь себе поклоняться и служить. Но рано или поздно придет день, когда ты скажешь, вот я дал. Оказывается, надо было по-другому. Оказывается, ценность была в другом поклонении и быть рабом. Но это... Ну, сейчас поговорим. И есть два царства. Все о них знают. Есть царство Божье и царство дьявола. И самое ценное, когда мы здесь, мы находимся в царстве Божьем, в церкви. И хотел бы с вами... Кто-то любит себя или ставит цели там в преуспевании, в великом росте материальном или просто человеческом. Хочу подняться, быть там царем, королем и так далее. Друг мой, были такие люди, и поэтому лучше читай Библию, изучай ее. Потому что много есть, об этих людях написано, которые хотели быть себе... Хотели быть, чтобы им поклонялись. И конец их был не очень хорош. И мы сейчас дойдем до этого. И когда мы смотрим, что если ты служишь Богу, и ты понимаешь, что ты ему можешь угодить. И твой венец рано или поздно будет. И здесь ты увидишь, что Бог воздает. И есть венец на небе. И мы это увидим. И я хочу сказать, что... Если ты говоришь, что я могу служить Богу, Но я как раб возьму там перерыв на годик, на два, на полгода. Можешь взять. Но если мы говорим о рабе, то, что Павел приводит в пример рабов, И мы много смотрим исторических фильмов, или кто видел эти исторические фильмы, Обычно рисует раба, прикованного на галере, в цепями. Ему дают что? Весло. И у него нет такого понятия, а можно мне в туалет отойти? Нельзя. А можно мне перейти на обед на два часа? Нельзя. А можно мне? Нельзя. У тебя цепь. У тебя весло. Даже кушаешь здесь. Ты просто гребешь. Гребешь, главное, догребсти. И в этом статусе, а может, он не модно, Но это такое ощущение, что ты понимаешь, Что мы никого не удерживаем. Церковь и так далее. Но в Царстве Божьем ты должен быть рабом. В Царстве того, который тебя избрал, ты должен быть слугой. И когда ты это понимаешь, ты говоришь, Да, я могу взять перерыв, но могу на два, на три, на год отойти. Можешь. Но у статуса раба или служителя такого статуса нет. Ты всю жизнь посвящен господину. И самое интересное, есть такое понятие в современном христианстве, Хочу его немножко разбить и развеять, Что говорит, что многие покаявшиеся люди начинают служить Богу, Потом разочаровываются, уходят из церкви и говорят, Я все равно же к Богу приду, И мое имя, оно же в книге жизни написано. Я же знаю все эти термины, терминологии. Я закончил три-четыре библейских школы, Одно теологическое образование, люди на меня объясняют. И мое имя, оно написано в книге жизни. Когда я приду, был же любящий отец. Он же меня любит, он меня понимает, Он прощает мне все. И когда даже я нагрешусь, Когда придет время, когда я погрешу, Я к нему успею вернуться, И он же все понимает, И он меня примет. И ростоп. Как по-служению Витя говорит, хоре. Хоре. Неправильно. Неправильно. Он знает, и Он видит тебя. И знает, когда ты Его искушаешь. И написано исход, 32-33 стих. 32 глава, 33 стих. Господь сказал Моисею, Того, кто согрешил предо мною, И сглажу из книги моей. Ого. А как жизнь вечная. Как же книга, которая написана, Откроется книга, и человек приходит, И ты ищешь книгу. А там твое имя может исчезнуть. Там твое имя, Если ты грешишь целенаправленно, И говоришь, что Бог все равно меня любит и примет, Имя твое может исчезнуть. Дорожи спасением. Дорожи тем, что Бог тебя спас. И написано, что Откровение, 3 глава, 5 стих. И не изглажу имени Его из книги жизни. То есть, есть возможность изгладить, И есть не изгладить. Если грешишь, ты сам себя вычеркиваешь из книги жизни. И если ты понимаешь, что твое царство уже не царство Божье, Время вернуться к нему. Подумай над этим. Поэтому Павел тоже пишет, что он раб Иисуса Христа. Многие места писания читать не буду. Это все начало посланий апостола Павла, Рименом, Титу и так далее. И также называет себя Иуда. Он тоже называет себя рабом Иисуса Христа. И это для меня, еще раз повторюсь, привилегия. Быть его рабом. Можете сказать друг другу, что это привилегия? Я раб Иисуса Христа. И самое интересное, оно независимо от количества людей, независимо, где проповедуется Евангелие, мы читаем все одно Евангелие. И там Павел, ясно и подобное, прямо написано, все переводы Библии так и переводятся. И там, я не послушен Иисусу Христу, я буду Ему подчиняться. Я раб Господа Иисуса. Страшно, да? Так, ну да, я раб. Вот это, и самое интересное, почему даже местописание, вот новое, я изучал, я думаю, что такое раб? Ну, кто такой раб? Раб, который полностью посвятил себя своему господину. Итак, это лучшая привилегия, жить в его царстве и быть ему слугой. И я хотел поговорить с вами о другом царстве. Царство, не буду пугать, потому что он и так пуганный всех напугал, дьявола. Я не буду много о нем рассказывать, и он не достоин этого внимания, потому что и так на нем много внимания уделяют в церквях. Ну, много лжи, много обмана. Первое царство – это царство дьявола. И самое интересное, что вначале я сказал, что люди хотят служить себе. И была такая история, можете ее читать, можете следить за мной просто. Это Даниила, 5 глава, 1 по 7 стих. Очень интересная история. Пророк Даниил описывает Валтасара. Валтасар – это преемник или сын Навуходоносора, который разграбил, уничтожил Иерусалим, забрал все ценные вещи, в том числе и из храма Господня. Священно действующие сосуды. И самое интересное, Навуходоносор, который был его отцом и царем в Великой Вавилонской империи, все, кто изучает Писание, знают, как закончил. Бог его унизил, когда он шел по замку именно Навуходоносора. И в один момент говорит, нет величия меня, нет прекраснее меня. Я самый богатый и самый лучший, самый влиятельный царь на всей земле. И в этот момент Бог берет и говорит, слушай, приходит новый пророк, говорит, ты будешь как скотина. Ты будешь питаться, у тебя заберут разум, у тебя заберут ум, ты будешь жить на улице, ты будешь есть солому, но на время. У тебя останется еще маленький корень, это будет спасение, тебе дадут возможность покаяться. И прошло несколько месяцев или лет, я не помню, Навуходоносор, Бог вернул ему разум. И он признал Бога единственного Господом и царем над всей землей. Было время ему покаяться. Но Валтасар, его сын, решил, что он круче его отца, что он умнее его отца. И в пятой главе, с первой по седьмой стих, очень интересное место писания. Я говорю, что иногда Библия является такой книгой, даже можно писать такие реальные фильмы ставить на них. Почему и ставят? Они забирают кассовые сборы по Библии, именно про эти вещи. Есть вещи, которые человек не может объяснить, что с ним происходит, или когда Бог начинает показывать свое господство и говорит, кто есть Бог. И я прочитаю быстренько это место писания, этот отрывок из этого, главы. Валтасар, царь, сделал большое пиршенство для тысячи вельмож своих и перед глазами тысячи пил вино. Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые на выходонос отец его вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его. Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божий в Иерусалиме и пил из них царь, вельможа его и жены его и наложницы его пили вино и славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных. Кажется, вот сейчас, ну вот если вы картину нарисуете, классно, жизнь удалась. Я сам себе царь, я сам себе господин, я никому не подчиняюсь. Ну давай отнесите сосуды, давайте. Бог все равно уже, у нас есть боги, какие? Деревянные, железные, каменные. Мы будем их восфалять и будем славить из тех сосудов, о которых когда-то было написано, что это священные сосуды в Доме Божьем, в храме единственного живого Бога. И человек уже понял, у него ориентиры, улетели, и я сам себе царь, и я сам себе бог. Я вам покажу, кто я есть. Так разошелся человек, что мог оставить только его бог. И в этот момент написано, в тот самый час, прямо сейчас, вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского. и царь увидел кисть руки, которая писала. Вы понимаете, что это просто рука, вот она есть, и он ее видит, она против него, на стене пишет буквы. Она пишет, пишет, и пишет, и пишет. Тогда царь изменился в лице своем, и мысли его смутили его. Связи с чреслой его ослабли, и колени его стали биться одно другое. Что-то показало, что-то как выглядит, сейчас, ну, у меня не получится, конечно, у него отвисла челюсть, потому что мышцы упали, рот раскрылся, и колени начали биться одна другую. Вот так. Это царь, который сидел, тысячи слуг, вельмож, прислуги, женщин, пирели, веселились. Но с царем что-то случилось. В один момент у него рот открылся, глаза стали ледяными, и колено от друга от друга начало биться. Люди не понимали, что с ним происходит, но увидел эту руку, и они тоже, может, видели. И тут царство его упало, служение себе упало, и он понял, что его конец близок. И самое интересное, дальше, не будем читать, там написано, дайте мне моих колдунов, дайте мне моих подданных, которые поклоняются дьяволу, дайте мне тех, которые истолкуют, что там было написано. Я дам ему сцепь золотую, надену на шею, и он будет третьим лицом в царстве. И тогда он будет мой помощник. Но пусть он истолкует, что-то написано. Самое интересное, дальше, приходит его матушка, царица, и говорит, слушай, что ты так испугался, я вижу, что с тобой случилось, я видел, все говорят, что царь, царь, не хочется слова такое, стал плохим человеком. царь уже там колени трясутся, и у него там все течет, непонятно, что с ним стало, слезы текут, и он говорить не может, и он говорит, что мне нужен человек, который истолковал бы эти слова. Пришла матушка его, говорит, я знаю, был такой случай, у меня твой сын, твой отец, Мухадоносор, тоже так же вел себя, но ты еще хуже себя ведешь, но этот человек, зная, что написано, позови Даниила, когда Даниил пришел, говорит, мне не нужны твои цепи, мне не нужны твои, ну, возвеличия в троне, тут написано, я, говорит, тебе переведу, и самое интересное, Даниил не был с ним в этот момент, он говорит, за то, что ты взял эти сосуды и стал восхвалять богов, которые не боги, бог тебе написал, 23-28 стих, и он говорит, что это написано в этом месте, что вот, я не был с вами, но я знаю, из-за чего, и написано, что такие места, что, и вот начертано, мэне, мэне, тэкэл у парсин, его значение слов, мэне, исчислил бог царство твое, положил конец ему, тэкэл, ты взвешен на весах и найден очень легким, и найден очень легким, и дальше написано, что царство твое будет разделено, и в этот же день бог забрал его жизнь, в этот же день славящий себя стал никем, в этот же день его похоронили, и самое интересное, в этом месте писания у бога есть оценка жизни человека, бог взвешивает каждого из нас на своих весах, многие думают, я проживу, и перед тем, как умереть, я успею покаяться, я иногда тоже так с людьми общаюсь, с невежащими, я очень много свидетельствовал, и мои друзья, коллеги, так и мне и говорили, Петь, ты молодец, ты молодой, ты там держишься, молодец, не грешишь, но у меня будет время, я помню, 20 лет назад, я свидетельствовал моему хорошему, ну, знакомому, богатому человеку, у меня будет время, я покаюсь, в 50 лет, я отдам ему 60, в 60 свою жизнь, ну, то есть еще подальше, но получилось так, что на свой день рождения, 29, на 30 лет, была передозировка наркотиком, его искали неделю, не могли найти, и когда это, я говорю, вот это, я что, я свидетельствовал неделю назад, как его не могут найти, я же с ним ехал в одной машине, полностью обнаженный, раздетый, вынесли всю квартиру, ничего не осталось, я говорю, как, вот только сегодня, он реально был с деньгами, у него много было направлений, у него было деньги, как так? Он отложил спасение на 20 лет, он отложил, как Валтасар говорит, будем пить из этих сосудов, но пришло время, и Бог забрал его жизнь, у Бога есть весы, и хотелось бы понять, понять, как Бог свешивает жизнь человека, какая же это оценка, что твоя жизнь сегодня угодна Богу, как понять, что ты сегодня раб Иисуса Христа, как понять, доволен ли тобой Бог или недоволен, вот как это понять, и ты задаешь вопрос, вот я, ну как понять, надо служить Богу, что делать? И самое интересное, Иисус показывает эту оценку, он показывает, что ты можешь быть нелегким, коперышко этот Валтасар, не имеющий веса, он говорит, есть оценка. Если мы с вами прочитаем Луки 7 главу, 44-47 стих, это тоже интересная история, я кратко скажу, что был фарисей, и он позвал в дом Иисуса, он богатый человек, и самое интересное, он накрыл большую поляну, стол, и он хотел послушать Иисуса, что же о нем говорят, кто он такой, на самом деле он просто говорит Евангелие, не просто, может он мне еще возвысить, сказать спасибо, классный был обед, но здесь интересный момент, приходит другая личность, приходит другая женщина, женщина, причем даже евреи ее не считали за женщину, написано грешница, и 44-47 стих, Лука 7 глава, и обратившись к женщине, сказала Симону, что же она сделала, она пришла и начала целовать ее ноги, и мывала его слезами, в другом месте и другая женщина, когда она разбила лавастый сосуд, это другая женщина, но в этом месте именно женщина начала слезами омывать ноги, и обратившись к женщине, сказал Симону, видишь ли ты эту женщину, я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги, и волосами головы свои отерла, ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги, ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги, а потому сказываю тебе, Симон, прощаются грехи ее многие, за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало меня и любит. Ценности этого мира, совсем другие, что ценности Божьи, она ушла в дом свой прощенным, а ты накрыл поляну, самое лучшее принес ему, и он даже не заметил твои старания. И он говорит, что ты видишь ее дела, что она делает, она унизила себя, она стала мне слугою, она служила волосами, утирала мои ноги, эти слезы текли на ноги Иисуса, она говорит, я хочу его любить. И независимо, что сидят мужики кругом, ее осуждают, я знаю, кто я, я грешница, и Иисус это знает, но я его люблю. Я хочу ему послужить, я хочу быть его рабыней, и независимо, что будут говорить люди, я буду это делать перед людьми, но для него. Фарисей остался неоправданным, Фарисей остался со своими грехами, она ушла с прощением своих грехов. И также из нас, можете вспоминать свою жизнь, когда Иисус ворвался в вашу жизнь, и говорит, что Он тебя оправдал и спас. Многие говорили, ты что, дурак что ли? Куда ты поперся? Куда ты пошел? Да ты еще служить будешь? Еще домашнюю группу вести? Да ты кто такой можешь что-то делать? Я прощенный Иисусом Христом. Я не просто раб, я, да, лидер, я буду дальше служить, и я, Бог меня будет поднимать, и Он меня поднял. И многие из вас можете сказать аминь? Аминь. Что когда-то пришло это время. И это сама оценка, говорит Господь, что дела будут говорить за вас. Почему Иисус, когда многие, когда Иисуса спрашивают, как, типа, ну, будет суд, и там многие скажут, что мы твоим именем бесов гоняли, там, помните, да, то Он говорил, что Место Писания, что многие и твоим именем чудеса творили, то, то и то делали, и ты, говорите, я вас никогда не знал. Почему не знал? Потому что вы не делали дел, которые я просил. А дела, они просты. Тут в темницу идите, к больным идите, Евангелие проповедуйте, наставляйте и учите. Оно просто. И тогда многие понимают, что у Бога есть какое-то дело, что Бог свешивает тебя по делам. Поэтому, если ты в церкви, и ты говоришь, что да, я сегодня служу, или не служу, но я спасен, покажи дела. Вера без дел, она всегда мертва. Просто слова, они останутся словами. Эта женщина могла прийти, посидеть, послушать слова Иисуса. Самое интересное, мы не знаем, что дальше Иисус говорил, и о чем он говорил. Я думаю, эта история, которая сделала эта женщина, или это действие, произвело фурор среди священников, фарисеев, богатых людей. И после этого они начали сами уже между собой рассуждать, что же такое Евангелие, а что же надо делать, как надо найти универсальный какой-то ключ или код. На самом деле, оно просто, то, что я говорил. И такой момент, перейдем мы ко второму царству, на что царство Божие. Царство Божие написано, что оно, это, я говорю, что царство Божие, это как школа. И Иисус много говорил о царстве Божьем. Я не буду читать все местописания за недостатком времени, но я хочу сказать, что в царстве Божьем есть всем место. К чему я и начал, что в царстве Божьем принимают всех. Если где-то вас не принимают, в царстве Божьем примут всех. И тебя примут, и меня примут, всех примут. Мы все здоровые, сразу говорю, что мы не больные люди. Но в царстве Божьем есть для всех место, есть для всех труд, и ты должен его найти. Потому что царство Божье написано Лука 13 глава 18-21 стих. 13 глава 18-21 стих. Он же сказал, чему подобно царству Божьему и чему подоблю его. Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв человек, посадил в саду своем и выросло и стало большим деревом, и птицы невестные укрывались в ветвях его. Царство Божье из маленького семени превращается здоровенное-здоровенное дерево. Не буду говорить, сейчас читать и так далее, что такое семя горчичное, сами почитайте, изучите, но оно очень маленькое. Оно малюсенькое-малюсенькое. Из этого семени вырастает дерево. И в этом дереве могут скрываться птицы написаны, большие люди, маленькие люди, и всем есть место. Но я хотел бы, чтобы ты, дорогой друг, нашел свое место, нашел свой листочек, нашел свою почечку, нашел свою веточку, и стал бы о ней заботиться. И независимо от того, что нравится тебе это дерево, не нравится горчичное дерево, но оно твое. Оно должно быть твоим родным деревом, где ты можешь укрыться, где ты можешь сказать, классное время, классное Бог действует, и ты будешь видеть дела Божьи и чудеса в твоей жизни. Если ты уже перестал их видеть, то вернись к нему. Пусть центром твоей жизни станет поклонение Богу. Пусть центр твоей жизни станет служение другим людям. Не просто ее прожить. Жизнь пройдет быстро. Мы даже не успеем оглянуться, как она быстро пройдет. Но чтобы в состоянии поклонения Бог с тебя встретил. Чтобы в состоянии встречи с Ним ты мог увидеть Его. И можно скажу, да, Катя? Вот я, ну, почему я хочу сказать про Сергея Васильевича, больше надо, чтобы он говорить, что он не стал от человека. Это человек, который жил в служении людям. Сергей Васильевича Милин. Он служил Богу. Он всегда Ему служил. И я с ним часто общался, и в последний момент уже с ним общался. Мы ехали. И я понимал, что есть такие качества у человека, у него, которых нет у меня. Это сильнейшее посвящение людям. Это служение людям независимо от их статуса. Когда он пришел в церковь, я вчера тоже говорил, на вечер памяти, я его помню. Я помню, когда он покаялся. Вот я никого не помню, а его запомню. Вот он пришел, покаялся, и я говорю, Сергей Васильевич, я вас поздравляю. Я долго к этому шел. Он шел серьезно к покаянию. И когда я увидел, что реально человек служит, и он остался верен, и Бог его забрал к себе, я понимаю, что он в его царстве был слугой. Он служил его большим-большим сердцем. И, Катя, прими свидетельством, то есть мы дальше еще показывать все это дело и говорить о нем. И я хочу сказать, что чтобы мы были готовы встретиться с ним. Если ты говоришь, что ты молодой, у тебя еще жизнь впереди. Не обманывайся. Мы не знаем, сколько Бог нам дал жизни. Но в эти дни благодарения и год благодарения, которые, ну вот мы обычно в конце ноября, начале декабря, мы благодарим Бога за уходящий год и рисуем планы или составляем планы на следующий год. И в эти дни благодарения, эти последние уходящие воскресенья года, я хочу, чтобы вы переосмыслили свою жизнь. Вы задали вопрос, кому вы служите? Кто ваш Бог? Кто ваш Господин? Кому вы раб? Чтобы жизнь, она стала ценна для вас. Чтобы время вы не растрячивали даром. Чтобы вы понимали, что люди, они нуждаются спасением, нуждаются у вас. И вы являетесь примером для них. Чтобы когда вы уйдете, мы вспоминали вас. вспоминали, как служители, как те, которые сделали что-то для Господа. И последнее место писания. Книги пророка Малахии сразу у всех ассоциации с деньгами. Не буду сегодня про деньги говорить, есть кому сказать. Третья глава, 14-18, стих. Почему я говорю, что есть книги, которые пишутся? Из этой книги ты себя можешь вычеркнуть. Третья глава, 14-18, стих. А вы говорите, счет на служение Богу. И что пользы, что мы соблюдали постановление его и ходили в печальной одежде перед лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменным с счастливыми. Мы считаем, что Валтасар был лучше или он сейчас лучше. Лучше устраивают себя делающие беззаконие. И хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящийся Бога, говорят, друг другу. Внимает Господь и слышит это. И перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Есть книга, которая пишется. Памятная книга. И вы рано или поздно увидите разницу между служащим и неслужащим. Между рабом дьяволом или себе или рабом Бога. Рано или поздно вы это увидите. В своей жизни я помню момент такой, я тоже, когда к Богу пришел в 15 лет, посвятил ему свою жизнь. Меня это место Писания всегда вдохновляло. Я всегда смотрел на своих друзей, когда у которых были деньги, было какое-то преимущество на улице. И я понимал, это временно. Бог покажет различия между мною и ими. И Бог показывает. Из моих друзей, которые мы начинали жизнь, осталось трое человек из десяти человек. И так вот многие из нас могут сказать, посчитают на пальцах вот кто там уже с 75-го, 78-го, 80-х годов остались единицы. То рядом когда-то вы считали, мы такие крутые парни, мы на улице там можем что-то сделать то и то. Единицы остались живых. Бог показывает разницу между служащим Богу и неслужащим Ему. Аминь. И я хочу, чтобы сейчас мы встали, давайте встанем, и чтобы у вас была привилегия Богу служить, чтобы следующий год, в день благодарения, вот эти дни, мы еще больше начали Ему ценить, ценить быть слугою Бога в Его Царстве, чтобы мы были рабами Господа Иисуса. Этот год уходящий, чтобы мы переосмыслили, что нет больше привилегий, что нет больше ценности, чем служить Ему. Потому что Бог взвешивает твою жизнь, Бог взвешивает тебя на своих весах. Хочешь ты или не хочешь, но когда ты уйдешь к Нему или в ту жизнь, написано, что дела Его идут за тобой, за человеком. Какие дела ты возьмешь с собою? Мы как верующие люди понимаем, что наша жизнь в руках Бога. Сегодня мы ложимся и завтра можем не встать. Наша жизнь в Его руках. И те дела, которые ты делаешь для Него, за них не должно быть стыдно. Тебе не должно за них быть стыдно. говоришь, Господь, вот я грешу, и мне нравится грешить, но я не могу остановиться, мне нравится грех. Оставь. Возможно не грешить. Возможно не делать грех. И помню, когда мне было 17 лет, был один проповедник, вы все его знаете, не буду говорить, я ехал с ним в автобусе, он был моим миссионером, я говорю, вот скажи мне, вот если я захочу погрешить, Бог же знает мои желания, Он же видит меня. Он сказал, не греши. А же будущее он знает, знает, вот ты не греши. И сегодня, прими решение, следующий год, быть рабом его, быть ему слугою, быть слугой людям, прими решение не грешить, оставить грех, чтобы действительно руки были святы поднимать ему, и не было стыдно, и не было стыдно прийти в церковь, а ты чтобы не убежал. Это твой дом, это твоя семья, если даже решение еще не принял быть членом этой церкви, прими, оно ценно, тогда у тебя будет место на этом дереве, в этом царстве Божьем, прими решение, я хочу быть, я долго думал, быть членом церкви, не быть, колебался, ходил по церквям, прими решение, будь членом церкви, хотя бы заполни анкету, это уже есть какой-то выбор, какое-то действие, прими это решение, ничего сложного нет, тебя не накажут, не побьют, но ты скажешь, я сегодня сделал шаг навстречу Богу, давайте помолимся сейчас, Господь, благодарю Тебя за это время, спасибо Тебя, Господь, за этот год, который уходит, мы благодарностью принимаем, Господь, просто все, что будет и было в том году, Господь, и то, что будет новым, и мы сегодня отдаем сегодня свои жизни Тебе, на служение Тебе, и мы можем с апостолом Павлом сказать, что я раб Иисуса Христа, вместе с Иудой, вместе с Титом, вместе с Петром, что я раб Иисуса Христа, и это лучшее привилегие, это самое ценное, спасибо тебе, Господь, за спасение, спасибо, что ты привел свое царство, и мы можем сегодня служить тебе нашими дарами, нашими финансами, нашими служениями, нашими знаниями, нашим опытом, благодарим тебя, Господь, у каждого из нас есть чем тебе послужить, и за этот год можем сказать тебе спасибо, мы благодарны тебе за наши семьи, благодарны за мужа и за жену, за наших детей, за нашего пастора Женю, за его семью, за нашу церковь, спасибо тебе, Господь, что ты никогда ее не оставлял и не оставишь, потому что ты ее созидаешь, потому что ты ее строишь, и ты о ней заботишься, спасибо тебе драгоценный Бог, наша жизнь для тебя, возьми ее и используй, как мы обещали тебе много-много лет назад, возьми служение тебе и служение для этих людей, во имя Иисуса Христа и пусть весь мир узнает, что мы твои слуги, что мы твои рабы и мы служим и поклоняемся живому вездесущему Богу, который вчера, сегодня и придет снова, во имя Иисуса. Аминь.